Среди проблем решить, которые пытаются садовые товарищества Севастополя, а значит почти треть населения города, являющиеся членами этих товариществ, это вопрос с мусором. За что и почему столько платим региональному оператору по обращению с ТБО и почему в этой сфере не получается навести порядок ни садоводам, ни властям города? Председатели садовых объединений сталкиваются прежде всего с приписками, когда по сути вывозят не мусор, а воздух, говорят они. 8 с чем-то 10-11 тысяч в месяц рублей. За год это очень большая сумма, поэтому мы боремся за эти приписки. В границах этого садового товарищества 170 участков, но постоянно проживает порядка 60 человек. И главная претензия к ООО «Чистый город», вывозящему мусор три раза в неделю, не корректирует в маршрутном задании количество контейнеров, которые отнюдь не всегда заполнены мусором все три. Если приехал водитель и увидел, что там стоит наполнено два контейнера или один, он не меняет цифру в маршрутном листе. И таким образом получается, что в конце месяца у нас вылазит непонятная сумма. «Чистый город» отказывается разговаривать. А кто вы такая? Мне говорят. У нас с вами договора нет. У нас договор с благоустройством, разговаривать мы с вами не собираемся. Я говорю, как ваша фамилия? Бросает трубку. БГС говорит, что «Чистый город» в конце месяца передал нам эту сумму, и для нас этот акт является документом. Как хотите, так и доказывайте. Сотрудница БГС, то есть ООО «Благоустройство» города Севастополя на возмущение председателя отреагировала странно. Мы вам вообще сейчас не по контейнерам, а по нормам будем выписывать. Я говорю, вы мне угрожаете или вы пугаете меня. Как результат, «Чистый город» стал забирать мусор поздним вечером, когда не проконтролируешь. Встреча с председателем Ассоциации садоводов Людмилой Хрусталевой подтвердила, эти мусорные проблемы для всех товариществ одинаковые, а потому эти вопросы были вынесены на обсуждение круглого стола с представителями Гагаринского муниципалитета и ООО «Благоустройство». Мне предложили, ставьте камеры, дежурьте, так может быть еще встать. Это не выход. Я не знаю, кто вам это предложил. Я никогда бы вам не сказал «ставьте камеры», никогда бы вам не сказал «круглосуточный пост», потому что понятно, понимаю опять же, как перевозчик, что днем стали фиксировать, перевели на ночной. Это все понимаю, не маленькие мы дети. Но если вы видите в среду, что у вас в накоплении идет только один контейнер, вы в среду нам, на диспетчерскую службу, даете отмену на вывозы двух контейнеров. То есть забор только одного контейнера. Я это всем говорю, это и есть такая услуга. К тому же, если при освобождении контейнера просыпался мусор, работники обязаны его подобрать, согласно договору. Прямо чудеса удивлялись садоводы, озвученному начальникам отдела сбора отходов, поскольку такого поведения работников не наблюдается. Среди идей, которые направлены на решение проблемы с мусором и уже предлагались садоводам, создание совместных площадок. Кооперироваться садовым товариществом на большие контейнерные площадки. Хорошо, они предлагают нам вместе с вами где-то собраться, кооперироваться, где-то договариваться, потом идти куда-то, предлагать свои идеи, а они будут их заворачивать. А город даже денежки не дает. Почему они нам не могут это предложить? Мы сейчас действительно с муниципалитетом составляем дорожную карту, как дойти до совершенства. Муниципалитет идет, опять же, на... Действительно, это помощь большая, выделить вам муниципалитетную землю под временем размещения площадки. Обустройство такой площадки обойдется в немалую сумму. Говорилось о 120 тысячах. Но это решит проблему. Как бы не породило новую, а панировали садоводы, опасаясь, что такие пункты притянут мусор со всей округи, как установленные лодки на фиоленте, например, возле маяка. Вывозят несколько раз в день. Вы видели, какая там мусорная свалка? Так вот, я могу сказать, да, я приводил пример, да, 64 метра кубичечки в сутки, а летом доходило до трех вывозов, то есть 96 метров кубических в день. Две лодки оплачивает муниципалитет, две лодки оплачивает, есть такой губ, парк и сверху. Муниципалитет перекрывается деньгами, выделенные на несанкционированные свалки. Но здесь-то, понимаете, мы понимаем, что этот мусор со всех эстэшек фиолетов. Четыре лодки, которые стоят, это вот наглядный объем, который на сегодняшний день вывозится безоплатно для садоводческих товаров. Бесплатно для садоводов для города обходится в сумму порядка одного миллиона рублей в месяц, подсчитал Виталий Лазарев. Кто будет отвечать за эти совместные площадки для сбора мусора, а с кого за них спросят, есть ли какие нарушения, пока механизм не ясен, есть только сомнения. Площадка – это бомба. Горячей темой также является и оплата. Раньше каждый дачник мог заключить индивидуальный договор на вывоз ТБО. Сейчас это запрещено. Есть норма накопления. Ну и что, что некоторые садоводы почти не производят отходы? Я столкнулась с тем, что нас обязали заключить дополнительное соглашение по нормам вывоза с человека. И СТ – это очень невыгодно. Я как законопослушный гражданин заключила этот договор, но объяснять людям, которые не проживают, пенсионерам, которые не проживают круглогодично на своем участке, очень тяжело. Действительно, я понимаю ваше негодование, почему мы должны платить за участок, который не обрабатывается, по норме накопления. Поэтому и президент России, и исполняющий обязанности губернатора поддерживают, и вице-губернатор поддерживают идею, что все садовольские товарищи должны перейти на фактическую оплату за вывезен мусор. Должны, но все никак. Зачем же дело встало? Этот вопрос переадресовывают к правительству, которое в 2016 году подписало постановление 153 о нормативах накопления. Для юридических лиц, для частного сектора, для многоквартирных домов каждое юридическое лицо, в зависимости от своей деятельности, имеет свою норму. И она среднегодовая. Да, согласна, это может быть для гостиниц, для садоводов, для многих других отраслей бизнеса. Она неудобна. Но, к сожалению, есть это постановление, мы ничего не можем сделать. Есть количество участков. Единственное садоводы, чем мы вам можем помочь, это разработан акт выезда специалистов и осмотра территории вашей. И вот эти неосвоенные участки, где не обрабатывается земля, где нет ни строений, ни заборов, ничего. Здесь мы идем вам навстречу, и эти участки не считаем. К тому же ранее были две нормы накопления мусора, летняя и зимняя. С ностальгией вспоминают садоводы. Добивайтесь этого, рассматривайте. Я тоже двумя руками за, чтобы у вас были зимние и летние нормы накопления. Это понятно всем. Постановление правительства, по сути, блокирует механизм вывоза и оплаты мусора по факту. И необходимые изменения инициативы должны исходить от садоводов, уверяют их. От инициативы и настойчивости садоводов, по сути, зависит, получат ли они прописанное в договоре с оператором, как вывоз лодки с мусором по заявке. Заявки не выполняются. Отверт диспетчера, верующих ничем, или миротников. Мы ничего не можем сделать, ни от нас зависит. Это с учетом. Возьмите, пожалуйста, на контрольном руке. Но самое интересное, что лодочки нет, а счет приходит. Ну, это неправильно. Это вот... Обратитесь, пожалуйста, письменно. Вы озвучили эту проблему. Я об этом не знала. Если бы вы обратились официально письменно... Любой факт отсутствия вывоза мы можем подтвердить ГЛОНАСом, естественно, оператора, либо, если есть какие-то разногласия, подтвердить факт вывоза, что машина была во столько-то, стоянка столько-то. Поэтому, если бы вы даже, например, позвонили, позвонили, да, диспетчеру, я согласен, если, ну, писаниной заниматься, для оперативности... Не потому, что я всех настраиваю, не пишите, а для оперативности решения. Вы бы сказали, примите жалобу официальную. Даша, да, насколько я понимаю, что у меня не было вывоза. Она обязана, опять же, чтобы вы все слышали, зафиксировать эту жалобу, переслать транспортному отделу мне, а я должен на эту жалобу дать ответ или опровергнуть этот факт, или подтвердить. Чтобы вы понимали по времени, это ровно 20 минут. Увы, но таким оперативным подходом к решению их проблем садоводы похвастаться не могут. Во-первых, дозвониться попробуйте. Могу сейчас вот набрать этот номер, и вы услышите. Иди, 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 номер занят, номер занят. Примите заявку на лодочку. Хорошо, записала, принято, принято. Когда ждать? Через 2-3 дня. Хорошо. Через 2-3 дня, через 5 звоню. Проверьте, пожалуйста, заявочка на лодочку есть, дорожник. Сейчас, минуточку. Проверила, есть заявочка на лодочку. Где лодочка? Ждите. Не успевает. Лодочки не хватает. Не от нас зависит. Звонить постоянно, извините, пожалуйста, зачем договор? Вполне резонно прозвучал вопрос на общем собрании членов товарищества о штрафных санкциях за невыполнение договора. Тот, кто не выполняет договор, отвечал за это дело. Тогда, может, это подстимулирует как-то. Участие в круглом столе все же решило вопрос оплаты несуществующего вывоза мусора. Звонит бухгалтерия и говорит, Олег Владимирович, мы счет, который мы выставили на 2 вывоза, действительно его не было, мы перевыставим на 1. Индивидуальный подход и перерасчет. Только когда дойдешь до начальства. От жалоб уже устали, потому что они не видят результатов своей жалобы. Я уже отчаялся писать жалобы. Жалуются дачники и на то, что на 70% их лодку использовали жители ближайшего частного сектора, которым просто некуда мусор свой девать. Вот тут у нас сначала был мусор, да? На территории. Вот он. Вот, видите, вот этот. Все сюда все скидывали. Тут такой был капец, что не рассказать. Потом мы решили отделиться туда. Вроде отделились, а так там с той стороны пошли к нам. Мешками бросают, и ну что ты сделаешь, ничего не сделаешь. С ИЖСом это являются физические лица, для них это коммунальная услуга, и действует договор публичной оферты. Им начисляет единый расчетный центр. По этим улицам, которые вы перечислили, открыто более 50 лицевых счетов, по которым идут оплаты. А мусор? А мусор куда? Они же дома у себя не хранят этот мусор. Они выкидывают куда-то в другую сторону. А вот куда – загадка без ответа. Хотя опытным путем обнаружить нам удалось. Вон они мусорные. Вы видели, где эти… Ну, мы прямо сейчас шли, видели, как из дома мальчик погрузил стройматериал на тележку и куда-то их повез. Куда? Куда он повез? А куда? Может здесь есть? Просили бы. Не успели добежать. Это бежать до него. Вот, например. Ну, по периметру тут много таких локаций, которые… В лесу вы не были. В лес зайдете, там… На подступах к нему. Была бы лодочка, выбросили бы лодочку, где бы он не жил. Вариант создания совместной площадки садового товарищества и частного сектора опять же предлагают решать самим собственникам. Почему город не может быть инициатором такого подхода с привлечением муниципалитета, дизооператора? Вопрос открытый. Редактор субтитров Л.Аême